Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Горисмович, сегодня у нас за окном 11 ноября, киевское время 10.30, и вместе со мной на скайп-связи политический аналитик Михаил Чеплыга. Михаил, здравствуйте. Ну, наконец-то, блин, после долгого перерыва мы снова вместе. Да, мы снова вместе. Вы знаете, Михаил, признаюсь, что на протяжении всей недели мне, видимо, ваши поклонники и даже поклонницы писали и в личку, и под комментариями к другим видео на нашем YouTube-канале Политека сообщения, комментарии следующего характера. Я процитирую. Вадим, не забудьте на этой неделе обсудить гештальт, открыть, закрыть, катарсис, вызвать, отозвать, Британия, потоки, Лиза Страссы, выборы Респа, пророчества, непророчества Михаила Чеплыга. Я всего лишь выполняю волю и желание наших зрителей. Вот он, Михаил Чеплыга, перед вами. Ну что же, давайте начинать. Вы говорили, что в ноябре месяце начнутся огромнейшие проблемы у русских и в России в целом. Побег из Херсона. Это только начало? Ну, смотрите, давайте отойдем от пропаганды и будем оценивать все просто по сухому итогу. В чем у нас сухой итог? Сухой итог в том, что еще приблизительно месяца два назад я сразу сказал, что Юг не является частью переговорного процесса по формуле Стамбул-1. Ключевое для Стамбула это Крым и гарантии, вывод Крыма за скобки и гарантии поставок воды, неприкосновенности там и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Все остальное это чемодан без ручки. Соответственно, ну, люди мне говорят, Юг это не только Херсон, это и Запорожье. Давайте так, я сразу вынесу лично я, Запорожье за скобки, потому что Запорожскую область взять могут только ВСУ, больше никак. Политического решения по Запорожской области нет, физически. То есть, это только военный силовой путь. Более того, там находится такой элемент шантажа Европы, как крупнейшая станция ЗАЭС. Я вам честно скажу, что русские скорее ее взорвут кедреней матери, чем они ее кому-нибудь отдадут. Поэтому по Запорожью, я не хочу быть оркестровичем, я вам скажу то, что я точно знал и понимал на основании аналитики. Ну, я называю это не пророчество, это чистая аналитика. Херсон чемодан без ручки, просто чемодан без ручки. Поэтому, скорее всего, они бы его отдали. И это было четко понятно. Теперь накладываем, ну, то есть, вот то, что мы проанализировали чуть ранее, смотрим на сегодняшний день. Выходят русские и говорят, мы готовы к переговорам, ну, и, собственно говоря, для этого нужен некий жест. Потому что, ну, грубо говоря, без жеста невозможно, да. Соответственно, это Херсон. Но, сейчас мы рассмотрим первый вариант, потому что их всего два. Вариант первый, это они идут на Приднестровье, это их главный план. И, соответственно, это все ловушка, и Херсон является просто плацдармом для броска на Приднестровье. И второй план, они сдают Херсон для того, чтобы вступить в переговорный процесс, заморозить все, закрыть гештальт, как я это говорю, и, собственно говоря, оставить себе крыль. Ну, то есть, вывести его за скобки и далее об этом говорить. Пока что я наблюдаю второй вариант. Сразу же вопрос, который может возникнуть, а на кой ляду русским Приднестровье? О, подождите. Но мы же говорили, и я хочу, чтобы зрители это тоже понимали. Ой, извините, у меня тут помощник водителя дивана бегает. Чтобы все зрители ясно поняли одну простую вещь. Русские никогда не откажутся от уничтожения Украины. Я хочу, чтобы вы это зарубили себе на носу, где только видите. При условии, что Украина не является нейтральным государством, равно удаленным от Запада. Я, ну, и Россия хотел сказать, но они же хотят видеть нас в орбите своей империи. Поскольку мы государство на границе двух империй. Поэтому, если мы вернемся к Валдайской речи Путина. В Валдайской речи было... Ой, Валдай, по-моему, или что? По-моему, Валдай. Да, Валдай. Где он говорил о том, что у Одессы есть две, а не три опции. Третья опция, это пошли все вон и правит всем Украина. Нет, этой опции там не было. Там было две опции. Либо 50 на 50 доступ к морю с участием России. Либо Одесса берется в аппендикс. Они доходят до Приднестровья, замыкают полностью от Приднестровья до Луганска, замыкают пояс. Ну, и дальше превращают Украину в обрубок. Обрубок это без доступа к морю. Без доступа к морю Украины не существует. Вот весь план. И, собственно говоря, в этом плане Херсон является ловушкой и плацдармом. Есть другой план. План другой. Переговоры. Или то, что я называю закрыть гештальтом. То есть прекратить войну. Война, вы же понимаете, война процесс вечный. Нельзя сегодня подписать документы и сказать, что все, война закончилась. Нет. Война никогда не заканчивается, ибо война есть суть этого мира. Это вечный процесс. Нет войны, нет мира, поймите. Ну, планеты, да. Вся планета, это суть войны. Проще войну начать, нежели ее закончить, конечно. Война подобна ремонту. Ремонт – это состояние души. Его нельзя закончить, понимаете? Его можно только остановить. Запомните вы это. И когда я говорю «закрыть гештальт», это означает остановить войну. Остановить. И если вы откроете недавнее заявление Резникова, он сказал, что война зимой замедлится. Ну, он же не скажет «остановится». Замедлится. Если вы откроете заявление США, они говорят «война зимой» замедлится. Ну, то есть, по сути, остановится. Замедлиться можно до нуля. Понимаете? Для того, чтобы она замедлилась, дальше начинается метод варения лягушки. Метод варения лягушки поднятием градуса в котле на одно деление. Ну, чтобы лягушка не заметила разницы. Она даже не заметит, когда она сварится. Что это означает? Переговоры. Переговоры. Для тех, кто, знаете, вот у меня в чате часто бегают, что бы я ни написал. Так что, гештальт все отменяется? Нет. Бан. Бан за то, что вы поставили под сомнение. Гештальт не отменяется. Нет. Он закрывается. И сегодня я могу в вашей передаче сказать. Он уже закрыт. Он закрыт. Просто вы этого еще не осознали. Гештальт уже закрыт. Тут надо все расшифровать. Сейчас я вам скажу. Что именно закрыто. Да. Просто вы это увидите позже. Это знаете, как курица, которой вы отрубили голову, она уже мертва. Но при этом она еще 20 кругов намотает у вас по двору. Ну, кто имел дело с курицами, тот поймет. А она мертва. Но при этом она еще 20 кругов бегает. Поэтому я вам сообщаю о том, что, собственно говоря, Гештальт уже закрыт. Переговоры. Вы слышали о том, что США требовали, ну, ходили слухи, якобы, ну, слухи, как обычно, требовали остановить войну. Мы отказывались от этого. Для того, чтобы остановить войну, нужно что? Повод нужен. Потому что в России снесут Путина, а у нас Зеленского, если об этом сказать. А что нужно? Нужно, чтобы Путин показал победу у себя. А он ее может показать. По одной простой причине. Берем листочек, белый листочек бумаги, ручку, и начинаем выписывать, что мы пишем для русских в этом Гештальте. Ордло. Так называемые ДНР и ЛНР. Присоединили? Ставим галочку. Ну, 30 сентября они объявили, что Донецк и Луганск это Россия, но также они говорили, что и Херсон навеки будет с Россией. Стоп. Второй пункт. Второй пункт. Юг. По сути, основная часть Запорожской области. Запятая. ЗАЭС. Запятая. Доступ к Крыму. Их. Ставим галочку. Идем дальше. Инфраструктура уничтожена. Ставим галочку. А, не до конца. Еще 30% осталось. Ясно. 30% берем в кружочек. Ну, и так далее. Если вы пройдетесь по этому листу, русские взяли все, что они хотели. Могут сказать, что перемога. Теперь украинский лист. Открываем. Врага тесним. Тесним. Ставим галочку. Тесним. Русские с позором сбежали с-под Киева. Галочка. Русские с позором сбежали со Змеиного. Галочка. Русские с Харьковской области сбежали с позором. Галочка. Русские сдали Херсон. Мы же говорили, он будет наш. Хотя я об этом говорил еще летом. Ну, неважно. Сдают. Галочка. Ну, чем не повод заморозить? И теперь, когда у нас такие победы по всем фронтам. И там, и там. Представляете, какие победы, да? Вот. Мы что делаем? Замораживаем кедреней матери это все. А учитывая, что весь процесс, весь мир, это волновая функция чего? Войны. Другой функции нет. А мир, это всего лишь перемирие. Всего лишь. Это мизерная часть на этой волновой функции войны. Мизерная. Более того, мир всегда заключается на текущих, подчеркиваю, условиях. Никаких других условий из серии «Я готов пойти с вами поговорить», когда рассветут яблони на Марсе, нет такого. Вы поняли? Сейчас Россия устами Марии Захарова говорит о том, что нужно заключить какой-то мир. И мы готовы к переговорам с соблюдением текущих территориальных реалий. Такая вот интересная формулировка звучит из уст представителей МИД России по поводу текущих территориальных реалий. Вы знаете, что я сейчас делаю? Знаете, что я сейчас делаю? Я пытаюсь открыть доступ... А, у меня нет. Это надо у жены телефон брать. У меня нет. Блин, обида. Доступ к Райфайзену и узнать, пришли ли деньги от... У нас можно, чтобы Захарова деньги платила? А, наверное, нет. Заблокировали. Где деньги от Захарова за чтение моего телеграм-канала и цитирование без ссылок? А? Это же все было написано еще три месяца назад. Где бабки, я спрашиваю? Где бабки с Белого дома, которые цитируют через месяц меня? Где? Можете обвинить Захарова и Лаврова в нарушении ваших авторских прав. А, и Байдена тоже. Вместе с Салливаном и этим... И Байден. И этим... Этим... Прайсом, да. Тедом. Тед его, по-моему, Чикаке, Чинет. Вот. Короче, собрались, товарищи. Претензии передадите через Салливан. В общем, нас расписали, мои друзья. Вот. Поэтому идем дальше. Значит, все это красиво, значит. Ну, потому что, значит, выходят, говорят, переговоров не будет, переговоров не будет. А? Знаете, что такое метод варенья лягушки в части переговоров? Я вам сейчас объясню это на прекрасном примере. Знаете, если у нас такая рожа большая, в экран не влазит. Колыван называется. Это символ, символ, как это, текущего правления. Знаете, раньше был Петя Четвертака, сейчас есть колыван. Вот этот колыван такой. Он морда, у него голова чуть меньше, а морда, щеки чуть больше. Ну, и ушей не видно. И вот этот товарищ, возглавляющий парламент, который, между прочим, чтобы вы не сильно расстраивались, перестали вам транслировать. Вот. Тут у них жизнь не наладилась. У этого парламента есть новая традиция. Скаженный принтер. Традиция состоит из трех, внимание, трех чтений. В первом чтении вносится проект закона «Украинцы повыни житы добре». Это хороший проект закона? Хороший. Украинцы повыни житы добре. Хороший. Я поддерживаю. Во втором чтении, после всех правок, остается «Украинцы повыни житы». Ну, тоже нормально. Херово, но житы. Бывает. А в третьем чтении, наконец-то, когда уже принимается закон, остается «Украинцы повыни». Смотрите, как хорошо. Украинцы повыни. Без тройки. Нормально. Вот так поступают и в теме с переговорами. Анекдот про Вовочку, знаете? Когда Вовочка сказал «Мария Ивановна, плохая женщина». Его наказали за это. Чем? Его заставили выйти к доске и трижды сказать, что Мария Ивановна не вот эта плохая женщина. Он вышел и говорит «Вы знаете, Мария Ивановна не плохая женщина». Потом «Мария Ивановна не плохая женщина». «Мария Ивановна не плохая женщина». Ну, извините. Вот то же самое происходит. Давайте же Мария Ивановна. Да, вот то же самое, мои дорогие, происходит в вопросе переговоров. Если вы считаете, что… Так а Крыму зачем опопы роют? Извините меня, пожалуйста. Крыму. Крыму зачем опы роют? Ну, хай себе роют, ради бога. Я вам сейчас расскажу, что дальше будет. Значит, еще раз. Русские показывают на галочках свои победы и говорят «По факту мы все, что хотели, получили». Мы показываем, что мы выгнали всех отовсюду, побеждаем, но, блин, бобер, выдыхай, сейчас нужно набраться сил за зиму, за зимой, зимой, зимой набраться сил, ух, набраться сил. И весной мы им такое покажем. Ну и смотрите, вроде все хорошо, под Г-20 мы приходим с чем? Гештальт закрыли, все нормально, заморозка идет, русские бегут, ну, в принципе, все хорошо, да, нормально. Так, видите, все стороны. Ну, да, на Макрону Пайдену будет о чем поговорить. Конечно, да, и Сидзипин. Отлично, друзья мои. Но мы забыли в этом сказать, что выход с Киева, это Кидалова было со Стамбулом-1, выход со Змеинова, это зерновая сделка с Кидаловом-2, выход с Харькова, это азотная сделка Кидалова-3, выход с Херсона Кидалова, простите, не будет. Вот это тоже второе, вы можете это вынести в заголовок. Но мы значение и роль юных сил Украины, конечно, не преуменьшаем, потому что выход, это не просто взяли манатки, побежали, ушли там, и дорога усыпана розами. Смотрите, я вам скажу одну важную вещь, которая, почему я ее не говорю в эфире, потому что для меня она априорна. Если не сильная позиция в СУ, Хер, кто с нами будет говорить. Вы согласны? Вот, собственно говоря, и весь ответ. Коню понятно. Вот, правильно, поскольку это коню понятно, я это не... Коню понятно, если бы не сильная позиция в СУ. Правильно. Только сильная позиция в СУ делает возможным вообще все это. В принципе, это основа, это фундамент. Поэтому я об этом даже не говорю, потому что это априорно, как по-английски, it goes without saying. То есть это однозначно. Но мы рассматриваем геополитический аспект. Я не военный эксперт, поэтому военные вещи я не могу анализировать. Я анализирую аналитику политическую. Так вот, к чему я веду? Веду я к тому, что сейчас появятся очень победные реляции и очень унизительные реляции в России по поводу того, что мы, по сути, берем под огневой контроль наземный коридор в Крым. Я думаю, что вы читали бы об этом. Уже было сказано, что Сергей Кузан, советник Министерства обороны Украины, сообщил о том, что вооруженные силы Украины могут установить огневой контроль над тремя главными дорогами в Крым. После освобождения правой берега Херсоновича. Уже такие заявления прозвучали. Да, видите. Тут не надо быть пророком. Все и так понятно. А теперь я задам вам очень простой вопрос. Вы помните мое непророчество о том, где было сказано «Внимание на Запад». Я думаю, все помнят. Так вот, я вам еще раз его повторю. Все это лишено смысла, если русские не уничтожают логистические коридоры Запада и не разрушают Запад. Поняли? Рано или поздно, а может быть совсем рано, произойдет то, о чем я вам сказал. Иначе формула не играет. Понимаете это? А во втором сезоне русские не откажутся от получения 50 на 50 контроля доступа к морю, либо от Рязани. Это будет второй сезон. Не серия, а сезон. А теперь еще дальше идем. Скажи, мой друг, я тебе приведу... А когда обновь начнется? Я думаю, с весны. А теперь, мой друг, перейдем чуть дальше. Окей. Когда мы говорим про огневой контроль, это перемога или нет? То есть мы можем нанести удар и разрушить сухопутный коридор в Крым? Теперь. Теоретически можем, правда? Где может какой-то там шальной хаймер сполитить? Можно что-то там и расхерячить. Ну, почему шальной? Подождите. Все очень математически точно. Да. Можем. А сделаем ли? Ну, может-то он может. Анекдот про страна. Но, подождите, там в Крым были, а в Новофедоровке не только в Крым. Подождите. Ну, понятно. Взрывать, я все это понимаю, да. Только давайте без... Ну, у нас же не ФБ здесь, да, и не заповедник. Мы же, соответственно, аналитически это дело оцениваем. Поэтому давайте я вам скажу просто. Скажите, пожалуйста, у вас есть квартира. На ней есть кухня. Кухня. Где вы кушаете? Потому что, если вы не будете кушать, вы не сможете жить в этой квартире. А представьте себе, что я нажатием одной кнопочки могу разнести кедрение матери в вашей кухне, что стиральную машину, посудомойку, плиту, холодильник и стол, на котором вы кушаете. Долго вы после этого будете бегать по квартире? Я сомневаюсь. Вы попытаетесь бегать во внешний ресторан, если у вас есть деньги. Кредитные, замечу. Кредитные деньги. Иначе вы умрете с голоду. А теперь вопрос. Я утречком прихожу и в соседние с вами квартиры начинаю делать у себя ремонт с помощью перфоратора. Причем делаю это, как правило, в 6 утра и после 12 ночи. Вас это раздражает? Я думаю, да. Да, конечно. Да. И вы приходите и говорите, я вам сейчас дверь спалю. Я говорю, да, можешь. Да. У меня видеонаблюдения нет. Да, я угрожаю вам заснуть этот перфоратор в одно место. Да, конечно. Но если я нажму кнопочку и взлетят кедрение матери в ваши холодильники, то вы будете сидеть тихонько и купите себе наушники, чтобы меня не слышать. И хамить вы мне не будете. Я ясно изложил, что будет впереди. Очень образно. Ну, история с перфоратором здесь все понятна. И история, что вы купите наушники в кредит. В кредит наушники купите. А не будете бегать мне записки в двери писать. Ясно? Потому что кнопка у меня. Вот вам и весь гештальт. Ясно теперь? Что у вас там со светом, напомните мне? О-о-о-о. Вы прям знаете. Давите на мозоль. А-а-а. Что у нас со светом? На мозоль. Нет, на мозоль давят мне. Потому что бегают сумасшедшие у меня по чату, телеграмму. И каждый раз пишут, что там с катарсисом. Я говорю, доброе утро, мой друг. Ты историю про лягушку, который на один градус температуру поднимали в этом, в котле. Слышал? Ты уже на 60% в этом катарсисе, мой друг. Осталось еще 30 плюс 10%. Мне уже эти многоуважаемые сумасшедшие пишут. У меня спрашивают, где же этот чеплыгинский катарсис. Вот до чего дошло уже все. Представляете? Вот он метод варенья лягушки по одному градусу. И в переговорах, как я вам объяснил. И в катарсисе. И во всем, мои друзья, остальном. Вы просто не замечаете. Градиент. Есть такое слово градиент. Зайдите в гугль. Почитайте слово градиент. То есть, я могу резко взять вот этот вот телефон, кинуть его в стену, и он разобьется. Это произойдет буквально за 5 секунд. Правильно? А я могу что делать? Я могу взять гвоздик и медленно колупать его гвоздиком. Эффект, мой друг, будет тот же самый. Понимаешь? Просто тебе будет казаться, ну что там, гвоздиком дырочку проколупал. Ну телефон же в принципе работает, даже позвонить могу. Что, две дырочки проколупал? Ну и хрен с ним, что я ничего не вижу. Но я по памяти могу набрать номер и позвонить. Где же твой катарсис? Я говорю, да я не знаю, где он. Или вы думали, что я возьму и вот так кину? Нет. Вот, собственно говоря, и все. Катарсис уже на 60%. Раз. Оставшиеся 30% мы просто не сможем даже с вами видео записать. Мы с вами его сейчас пишем, и кубики идут по экрану. Фиг поймешь, записывается оно или нет. Это раз. Про катарсис еще есть вопросы? Да, я сразу... Я не знаю, выйдет это видео, получит. Если не получится, посмотрим там в результате. Ясно. По катарсису вопросов нет. Идем дальше. По кнопочке красной, по поводу того, кто там кому чего делать будет. Я ясно изложил вам суть? По поводу Запада я ясно вам сказал? Нет. Ну, почти понятно. Теперь еще хотелось вспомнить другой метод. Рама руки, руки рама. Так вот, собственно говоря, метод-то простой. Выходит товарищ замминистра качки. Качка это не обижание. Есть такой товарищ, он ходит, он такой министр. Подождите, замминистра качки, инфраструктура или чего? Не-не-не, экономики. У вас есть товарищ Качка. А, экономики. Министр. Чезам он министр. Не, ну я бы хотел, во-первых, поглумиться над электоратом. Извините. Я язуит, имею право. Так вот, у вас есть министр экономики и третьего дивизии. Это помимо этого Колывана. Он трошки в экран не влазит, да. Этот министр, у него есть зам. Выходит замминистра и говорит, вы знаете, русские нас могут победить за один день. Ну, практически так он сказал. А знаете почему? Потому что если завтра нам Америка перестанет давать денег, то нам будет... Это сказано. Да, поствыбор на Америке. Смотрите, выборы состоялись, а пакет помощи пока предоставлен на 400 лямов долларов. Достаточно неплохой, мы уже его обсудили с военными экспертами. А, серьезно, да. А сколько стоит загородная дача во Франции Ахметова, который сейчас вам с электричеством делает? Сколько? 200 миллионов. Не, ну если все загородные дачи Ахметова и не только Ахметова, то там сумма будет, наверное, на несколько пакетов военной помощи. Со стороны Пентагона. Ахметова дача в Париж, господи Париж, во Франции, под 200 миллионов. Помощь нам дали 400. А перед этим вышла Бельгия. Из барского плеча дала нам 5. 5 миллионов. Не завидую, Михаил, не завидую. Не завидую, нет, нет, да, не завидую. 5, это на ползуба, да, олигарху. Ага. Дала МВФу и потребовала, чтобы целая кристаллина вышла и сказала, что мы должны на 50. Ага, ну нормальный ход, конечно. То есть, короче говоря, мы начинаем вспоминать мои слова, когда я сказал, что война заканчивается непобедами, о чем сказал, между прочим, Папа Римский. Кстати, если мне вот такую реакцию... Ой, ну Папа Римский, отдельная история для обсуждения. Не, не, вы его не обсуждаете. Где вы, а где Папа Римский? Почувствуйте разницу. Ну, я не про вас лично. Да, понятно. Куда нам снять, вот, хотешего отца? Ну, так вот, если Папа Римский что сказал, то вы подите ниц и послушайте внимательно. Потому что вам до Папы Римского, что раком, простите, до Луны. Так вот, Папа Римский что сказал? Ну, мы же не такая шпионская контора, как Ватикан, Михаил. Это же вы рассказывали. Ну, правильно, правильно, друзья мои. Да, правильно понимаете. Поэтому, если Папа Римский что сказал, то вы возьмите ручку и запишите себе внимательно. А пойти, извините, высраться ему на голову. Знаете, что такое Фейсбук? Фейсбук, мой друг, это место, где каждое, в общем, каждое никто, может выйти и насрать публично на голову тому, кто собирает стадион. В противном случае такой возможности бы не было. И этот товарищ плевал бы в телевизор. Видели там, когда это наша Раша, что как, сидит придурок такой и с телевизором разговаривает. Ну, вот видите, беда, нет у него Фейсбука. Потому что если бы у него... Папа Римский нужно усилия какие-то, привыкла, да? Взял что-то на строчке, написал и вперед. Ну, нормально, да. Ладно, вернемся к Папе Римскому. Папа Римский правильно сказал. Разговор оружия – это инфантильность. Если ты не можешь победить словом, ты побеждаешь кулаком. Разве не так было в школе? Разве не этому учили вас родители? Что ты должен побеждать умом и интеллектом. А когда у тебя нет ни ума, ни интеллекта, ты пытаешься победить кулаком. Так вот, Папа Римский сказал. Война – это инфантильная позиция. И он сказал – переговоры. Ага, вспомнили мы, да. Внезапно, да? Так вот, друзья мои, к этому все, собственно говоря, и сводится. Просто нужно сделать, как это, к Никен, или как он называется, вот это приседание в позе, к Никену, да, называется. Вот. Нужно к Никену эти поделать. Чикаку там. Потому что иначе еле кто рад не поймет. Понимаете? Вот. Ну, а теперь Маша о грустном. О грустном для русских. Михаил, Михаил, вот подождите, по поводу грустного. А вот давайте поразмышляем. Такой вот философский, возможно, же риторический вопрос возник. А есть ли вот противостояние умного, но не сильного, с глупым, но достаточно мощным и сильным? Вот как быть тогда в этом противостоянии? Что делать? А что делает умный, умный, который в темном переулке встретил здорового бандита? А? Он начинает с ним разговаривать. Понимаете? Вступают в диалог. Да. Да. Что делает дурак? Пытается бить его по яйцам. Ну, давай. Разозлишь. Давай. Во. Так вот, я вам говорю, переговоры уже идут. Более того, они уже закончены. Мы просто ожидаем церемониальную часть. И все, что вы наблюдаете, это оно. И когда вам говорят, не пишите об этом, ну, там, про юг и так далее, пусть все будет в тайне. Слушайте, да коню понятно в тайне. Отход русских, никто же не сказал, как оно было по всем этим отходам. Так и не скажут сейчас. Все, что понятно. А 18-го числа заканчивается зерновая сделка. Заканчивается. Вы понимаете, что ее нужно расширить? Ее надо расширить и углубить. Осталось сколько? Семь дней. Неделя. Вы что думаете, уже не договорились? Договорились. И по аммиаку. И не только по аммиаку. Еще разные там газики есть, неоны и так далее. Разные вещи есть. Да, я понимаю, вам обидно. Потому что вы видите фронт и вы видите крови войну, а за вашей спиной идут серьезные разговоры про кредит и про все остальное. Так вот, я вам повторю. Война заканчивается когда? Когда заканчиваю? Не победами. Нет, друзья мои. Она заканчивается. И об этом, кстати, сказал Байден. И Белый дом сказал. Никто не ожидает окончания войны победой чьей-либо из сторон. Никто. Ну, из свеженького, вот Байденовская. Пока Путин не выведет войска, война не закончится. Откуда выведет и когда? Из Крыма? Когда? В каком объеме? Мы уже помним. Полномасштабное вторжение, неполномасштабное вторжение. Ответ того же Бабина на прошение Зеленского ввести перед 24 февраля вот эти превентивные санкции. А он что нам говорил? Что если будет полномасштабное вторжение, то тогда Соединенные Штаты рассмотрят этот вопрос. Мы еще обсуждали с вами, в том числе и с военными аналитиками, как оценить полномасштабное вторжение. Чтобы потом не вышло так, что если русские сунутся, а Байден скажет, нет, это неполномасштабное вторжение. Вот и все. Знаете, вот этот анекдот такой про лося. Я его всегда так показываю. Внимание. Добрый вечер. Помните, да? Так вот, я вам сообщаю. Друзья мои, война, которая, возвращаясь к словам этого замминистра Качки, он сказал, что если нам не дадут бабок, то нам кобздец за один день. А кто нам дает бабки? Евросоюз нам что-то дал, напомните мне? Ну, кроме 5 миллионов. Кроме 5 миллионов от Бельгии. Нет, подождите, там еще какой-то Макф или не Макф на помощь Венгрия заблокировал на следующий 23 год. Да, и на этот тоже. Короче, Евна на 300. А когда наступает большой кризис, и знаете, Евросоюз это такой лютый проходимец в красивом французском пиджаке, а карман у него немецкий. Так вот, когда карман уходит вместе с деньгами, что остается? А кто собирается нам денег дать, напомните, если Германия отваливается? Ага, никто, да? Ясно, ясно, понятно. А кто-то, если немцы нет? Ну, Бельгия 5 миллионов даст, да. 5. Да, Бельгия. А Штаты что там дают по миллиарду? Да, по полтора, да, ясно. А нам нужно 5, а минимально для того, чтобы дышали 3. Они дают полтора. Ага, ясно, да. Это без учета военно. Военно отдельно. Ага, ясно. Ясно. То есть, если нет... Так, про трохануть в разных уголках нашей планеты. Значит, на секундочку представьте себе, что вы Запад, у которого полный, простите, пиздец политический внутри, у каждого. И экономический. А теперь внимание на экран. Сколько вы должны денег давать Украине, чтобы она дышала? Включая военно-экономическое. Я вам отвечу. Цифра? От 3 до 5 миллиардов. 3-5. Это чтобы дышало, я не ходила, не, не, не ходила. Дышало. 3-5 миллиардов американских гривен. Ясно. Да. Зафиксировали. А ну покажите мне, кто их дает и где они прописаны. Нету? Нету. И тут выходит замминистра качки и говорит, пиздец. Пиздец. Теперь вам ясно? Вообще все, что происходит. А что у нас хорошего, Михаил? Вот в завершение что-нибудь-то хорошее нам скажет. А хорошего у соседа корова сдохла. Напрочь сдохла. Завонялась. Чапля. 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 Сохла. Чапля. Села. Взяла. Сдохла. Да. Вот здесь так. Девица. Уважно. Где-то приблизительно в апреле месяце мы с Кущом сказали, да, очень критично отзывались о санкциях, которые вводили, но сказали, что да, ожидать ближайшего. Ну, помните, так кричали, дефолт в России, да полный пиздец, да прямо сейчас, а ничего. И тогда мы сказали, ребята, не ожидайте, основное начнется в ноябре. И ноябрь это месяц, который русские не проходят. И вдруг выходит некая набебулина, набебулина, ну, умная женщина, умная. Глава Центробанка, кто не знает. Да, глава Центробанка России, реально умная. Ну, честно. Нам бы таких. Выходит, и знаете, что говорю? Говорит, вы знаете, грядущий экономический кризис в самое ближайшее время у нас будет чуть-чуть покруче, чем было в 2009. О, добрый вечер, это не я сказал. Ага. Потом, МВФ, Минторг США берет и признает Россию страной с нерыночной экономикой. Ага. Добрый вечер, в другой раз. Знаете, что это такое? Это означает, что торговать со Штатами они больше не будут. Ну, потому что там такие пошлины и там все остальное, заградительные и так далее. А, собственно говоря, признание в 2002, если не ошибаюсь, году России страной с рыночной экономикой было... Да, 22. Да. Получается, в 2002 году. Где-то так. Было условие принятия России в ВТО и все бонусы, которые Россия имела с ВТО, были базированы на этом. В общем, пиздец их всяким бонусом ВТО вместе с бонусами с торговлей США. А, решение страной страной экономики, оно имеет достаточно, ну, серьезные последствия для самой России. Это не просто какой-то красивый... Да, это если ноги по колено отрубить. Вот, это второе. А теперь, друзья, о главном. Помните, в начале лета Россия носилась по всему миру с криками, да у нас, да у нас козырнейший туз. Козырнейший туз. У нас на руках крупнейший, рекордный урожай, который мы соберем в этом году. И весь мир будет у нас под пятой, ибо следующий шантаж будет продовольственным. Помните такое? Да то я чуть не ослеп от блеска ихней шашки. Они там носились вообще по всем просторам. И что? И это стало козырный туз, друзья мои, не сыграл, но это херня. Этот козырный туз их накроет большим, большим органом. Выходят их товарищи, значит, главные там в этой Госдуме. Говорят, вы знаете херня? Оказалось, что этот козырный туз сейчас на нас так накроет, что мы не встанем. Потому что у нас, оказывается, запасы зерна с прошлого года, непонятно, что с ними делать. Рекорднейший урожай в этом году, непонятно, где его хранить и что с ним делать. И все это гниет, цены падают, фермеры разоряются, а мы никуда его везти не можем. А я написал, вы знаете, лох это судьба. А знаете почему? Потому что они дальше пишут, мы заключили зерновую сделку для того, чтобы вывозить. И да, действительно, сняли санкции, мы можем возить зерно. Одна херня. Наши суда не страхуют и нам его вывезти нечем, кроме как дирижаблями. Да дирижабли отменили в прошлом веке. Я говорю, ну вы понимаете, лох это судьба, я даже не знаю, что вам сказать, друзья мои. И тут выходит русский, и говорят, вы знаете, украинцы своим зерном заместили наши традиционные рынки в Африке. Да ядрить вашу дивизию. В предыдущей серии вы орали на весь мир, что Украина вывозит зерно не в Африку, а куда-то в Европу. А теперь, оказывается, мы заместили зерно в Африке, на ваших традиционных рынках. Лох в квадрате это судьба. Ну что я могу еще сказать? В результате ваш козырный туз попал вам не в то отверстие. И очень сильно раздражает. Вот и все. Друзья мои, кино закрывается. Картина масла. Подожди, подожди. Вишенка. Вишенка. Давайте вишенку и будем заканчивать. Товарищи выдвигаются из Херсона организованными колоннами, да? А, ясно. И представляют нам это как, ну, я так, даже не нам представляю, я понимаю, зачем это делается. Это четвертый раз для того, чтобы Стамбул один. Все же понятно. Но они же представляют, они же не могут выйти и сказать, что мы выходим туда для того, чтобы вести переговоры по зерну, по торговым сделкам, там, по санкциям и так далее. Ну, это же как-то, ну, люди же все на поле боя, блин, а вы тут за бабло. Ну, некрасиво, да? То есть, на внутреннем рынке политически объяснить это они не могут. Ну, это херня внутренний рынок. Они не могут его на внешнем объяснить. Выходит, лучший братушка русских Вучич, президент Сербии. Выходит... А, это тот, который не ожидал, что состоится побег русских из Херсона, он думал, что там будет чуть ли не Сталинградская битва. Я-я, натюрлик, помнишь, в предыдущей серии он вышел шашкой на гало, лучший союзник России на Балканах, да мы тут всех качать будем на Балканах, да русские устроят им Сталинград, да тут, блин, полный трек. И вдруг, обтекая, выходит целый этот товарищ Вучич, говорит, вы знаете, да, да, обосрались, обосрались, уходят, вот такая вот херня мы и малята, я помылился. А что это такое? Даже если русские сторговали из этого выхода, заморозку конфликта, переговоры, торговые сделки, вывоз зерна или что-то еще, какие-то снятия санкций, я понимаю, оно того стоит. За один несчастный Херсон чемодан без ручки сторговать пять штук, вообще вопросов нет. Уважаю, нормальная сделка. Как вы это на внутреннем рынке поясните, это раз, так у вас в геополитике уже и Вучич отвалился. Понимаешь? Я не зря говорю, что наша задача дотянуть до конца ноября. Время играет на нас. Необратимые изменения, которые произойдут в России за это время, они не смогут ничего уже потом изменить. Им кобздец будет. Наша задача дотянуть до конца ноября. Но я хочу, чтобы все были на чеку. Потому что я еще раз подчеркну, русские не отказались от первого плана дойти до Приднестровья. Они не отказались превратить нас в обрубок. Они не отказались от устройства там мега-катарсиса на Западной Украине. Они ни от чего этого не отказались. И Херсон может быть ловушкой. Поэтому нам нужно быть бдительными и внимательными. И все, о чем я говорю, это ну это не какие-то там пророчества или там мариня и так далее. Это аналитика по открытым источникам. Просто во многих вещах я не могу это говорить прямо, и мне нужно это маскировать под что-то. Я вам просто объясняю простую вещь. Это логика. И если кто-то не видит катарсиса или не хочет в этом признаться, я ничем помочь не могу. Если кто-то не видит переговоров и принуждения к ним, и переговоры по частям, я вам еще вот простой пример приведу. Выходят в Штаты и говорят, ну давайте покажем, что Украина готова к переговорам. Ну только, ну смотрите, русские всюду говорят, что они хотят переговоров, а Украина типа не хочет. И мы не можем с западными партнерами говорить, потому что типа украинцы уперлись и вот показывают. Давайте покажите, что вы готовы на каких-то своих условиях. И все, мы остальное сделаем, говорить не надо. Смотри, мой друг, это как в тех трех чтениях закон. Если мы соглашаемся выйти и сказать, хорошо, мы за переговоры, но с другой Россией. Точнее, с Россией, но другой. Во втором чтении будет, мы за переговоры с Россией, но другая куда-то пропадает. А в третьем будет, мы за и все. А за что? Что тебе напишут, то и будет. Это называется метод варения лягушки. Понимаешь? Поэтому еще раз будем бдительны. И когда я говорю, что я призываю верить в вооруженные силы и беречь их, потому что они молчат. Они молчат, делают свою работу. Им насрать, какую сторону тюбетейка у мировой закулисы. Поэтому это все до жопы все эти ваши G20 и так далее. Еще раз, верьте нашим ВСУ. Верьте в Бога и помогайте нашим ВСУ. Вот может быть, после сегодняшнего такого легкостебного разговора, вы поймете глубокие вещи, о которых я всегда говорю в конце всех передач. Да, я присоединяюсь к этим словам. Верим в ВСУ, верим в наших украинских воинов, поддерживаем как можем, потому что действительно это очень и очень важно. Ну что же, будем завершать, посмотрим, что получилось из нашего разговора. И заранее приношу извинения у наших зрителей и слушателей за явные технические проблемы. Но работаем для вас в тех сложившихся условиях, которые каждый из нас имеет. Ничего. Михаил Чеплыга, политический аналитик. Я был сегодня вместе с нами на Политека. Спасибо нашим зрителям, слушателям. Берегите себя. Все будет Украина. Услышимся и обязательно увидимся. До свидания.